Добрый день, уважаемые любители шахмат! С вами Владимир Добров. И сегодня мы подводим итоги матча и разбираем партии Рапида. Итак, в первой партии Рапида Магнусу достались белые фигуры. И уже первая партия предопределила исход дальнейшего поединка. Магнус разыграл английское начало, сыграл G3. И после слона B4 возникла известная нам система рассолима, только в перевернутом виде. И здесь такой достаточно интересный ход Е4. После рокировки конь G2, я полагаю, что Карвана немножко был в смятении. И здесь он осуществил два достаточно сомнительных хода. Первый ход был C6, ход, в общем-то, идея хода заключается в том, чтобы сыграть D5. Но после хода слона G2 выясняется, что D5 хода, в общем-то, нет. Ну, с другой стороны, если его и сделать, то можно остаться просто без пешки. Но если не играть D5, то в чем же тогда смысл был хода C6? Полагаю, что здесь гораздо более простое решение было конь C6. Или, может быть, лапа колодей Е8. То есть, какие-то полезные ходы. Вместо этого последовал ход C6. И после сложа G2, Карвана задумался еще на некоторое время и сделал еще один потрясающий ход А6. Безусловно, подобная стратегия на фланге не может быть хорошей, так как белые уже приготовились проводить D4. А именно, рокировка и на B5, Марна спокойно отреагировал в D4. Таким образом, отфиксировав большое преимущество по дебюту. Позиция черных уже сейчас бесперспективна и вызывает большое подозрение. D6, А3. Магнус таким образом отъедает слона и получает преимущество двух слонов. Плюс ко всему этому еще и надо отметить, что у белых центр. И после БЦ черные пешки, обращаю внимание, обречены. Обречена вся структура черная. Очевидно, что здесь Карвана сыграл крайне неаккуратно, неосторожно. Магнус сыграл конь А4. Полагаю, что еще в слоне Е3 можно было спокойно сыграть. Тоже хороший ход по лице 5. Таким образом, взяв под контроль. После слона Е6, Магнус спокойно решил играть вот такую вот структуру. Конь Д7. Однако, конечно, где-то, может быть, было сыграно чересчур поверхностно. Так как у черных в этой ситуации появилась идея, связанная с контригрой с ходом С3. Но для этого необходимо было поднять ход Ладья Б8. Такая вот идея для того, чтобы пытаться как-то разбить, как-то временно перевести дух. Вместо этого Карвана пошел конь Е8. Ход очень пассивный. И белые намертво завладели преимуществом после слона Ф1. Теперь грозит взятие пешки на С4. Если она падает, то падает и С6, и А6. Ну и, в общем-то, это конец. Поэтому черные, в общем-то, и собирались играть Конь Д6. Но здесь последовал отрезвляющий ход Ладья Д1. Выясняется, что Коня теперь защитить крайне непросто. Конь ринулся на Д4. Однако, очень жесткий ход Конь С5. По сути дела, перевел партию в техническое русло. Ладья Б2. Взятие на Е6. Взятие на С4. Теперь мы видим, что угрожает взятие на Е6. Угрожает еще и ход С6. Да и многое, что угрожает объективно. Поэтому Каруана пытается тактическим путем решить этот вопрос. С4 Е4. Ну и думаю, что надежда Каруана была в варианте Ладья Д4, Король Ф7. Ладья Е1. Конь Е5. Ну, подробную тактику, безусловно, чемпион мира не зевнет. То есть, идея заключается в том, чтобы поставить вечный шаг. А может быть, даже и мат, если повезет. Но, безусловно, Магнус достаточно осмотрителен и практичен. Что самое важное. Быстрых шахматах. Быть очень практичным. Итак, он просто перешел в ладей Нейншпиль с лишней пешкой. Не особо парясь, так понимаю, выигран это или нет. Позиция, конечно, для черных тяжелая. Но активная Ладья, с учетом отрезанного короля, дает определенные шансы на спасение. И, забегая вперед, эти шансы были. Но Каруана играл всю партию. Да, в принципе, как и весь матч, достаточно пассивно. Там, где надо было играть активно, он почему-то выбирал другое продолжение. Ладья С2 тоже как раз-таки один из тех ходов, которые вызывают вопросы. Потому как, по логике вещей, проходная пешка всегда должна идти вперед. Поэтому С4 здесь разумно и логично. То есть, пешка должна двигаться вперед. Вместо этого Ладья С2. И белые начинают движение своих пешек. С4 теперь. Теперь мы видим, что Ладья стоит впереди проходной пешки. Немножечко это тоже выглядит достаточно странно. То есть, для этого можно было хотя бы Ладью на С5 белых вызволить. Но, хорошо. Давайте пропустим этот момент. Ф5. Были тут вопросы по поводу этой позиции. Может быть, белым С2 стоило тащить короля поближе к Ладье. Но, хорошо, Ф5, король Ф6, Ладья С5. И вот здесь, после Х5, у черных был реальный шанс на спасение. Сейчас мы его увидим. Итак, Ладья С3, король Ж2. Ладья БЮТ А3, Ладья БЮТ С4. Король Е5. Ладья С7. И вот в этой позиции Каруана допустил грубейший просмотр. Он взял пешку на Е4. После Ладья Е7 шаг выяснилось, что теряется пешка H. То есть, он не стал брать сразу на Ж7, так как тогда у черных был бы важный промежуток Ладья А2. А именно дал шаг на Е7. А в чем же заключался шанс? Шанс заключался именно в ходе Ладья А2. Теперь Белый Король не может пойти вперед, так как будут постоянные шаги. А в случае, если он закрывается, прикрывается пешкой Ж3 на H3, то черные в этом случае уже забирают эту пешку. И после Ладья Ж7 у них есть достаточно легкий, но в то же время легкий, но эффектный ход Ладья Ф2. Таким образом переводя игру H против Аши и Ж, что, в общем-то, достаточно легкое, нищие. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, этого не последовало. Никто не знает, где, как говорится, найдешь, где потеряешь. И Каруана потерял. Каруана взял на Е4 и получил вот эту вот позицию, которую, в общем-то, оставим ее на теоретические, как говорится, разборы. Но позиция тяжелейшая, она, скорее всего, безнадежная. Ну, надо играть сразу же 4. Я не знаю, для чего Магдус играл Король Ф3. Он здесь потоптался на месте. В общем-то, в итоге... В итоге все равно позиция, конечно, выиграла. Связанное плюс активное положение ладьи обеспечивает победу. Главное, как говорится, не высунуться королем никуда. Да, вот таким вот образом закончилась первая партия. И, безусловно, такой сюжет был очень неприятен Каруане. Вторая партия матча. Тайбрейки. Каруан играет белым, ему нужно отыгрываться, что сделать крайне непросто. И он продолжает играть, значит, вариант, который в классической части матча мы видели неоднократно. Это именно Конь Д5 с Вишникова. И после взятия на ЕД Конь Е7 позиция уже у них встречалась. Был повтор. Ферзь Б8. Х4. Черт, мы сыграли Х5. Ну и вообще, в целом, вот что можно главное отметить идею вообще этого матча. На мой взгляд, матч был провален секундантами, секундантами Каруана. Я считаю, что те позиции, которые возникали, скажем, например, вот эта позиция, вот эта структура, очевидно, что это не позиция Каруана. Очевидно, что он не получал той игры. То есть, такое ощущение, что здесь он просто не чувствовал эти позиции. Тем не менее, позицию он получил прекрасную по дебюту. То есть, Магнус тут решил играть достаточно жестко, с напором, активно, ничего не боясь, как обычно он и делает. Что по праву, как бы, не то, что даже уважение заслуживает, но все мы уже привыкли. И знаем, что именно практичность, скорость принятия решения, интуиция, все это про Магнуса. И вот в этой позиции можно констатировать, что у белых опять получился плюс. Очевидно, что структуры, ну, наверняка еще будут разбираться эти варианты, теоретики будут здесь немало ночей проводить. Но вообще, в целом, конечно, позиция белых смотрится очень приятно. У них здесь колоссальное количество планов, скажем. Там, вот в этой позиции, мне кажется, можно было пойти ладья С1, там, пойти конь Б5, или там, заняться пешкой А4 в какой-то момент. Но последовало, значит, после слонги 2-ферзи 2-ферзи Ф5, здесь Каруана решил пойти в атаку и пошел С5. Ход вроде бы как бы агрессивный, но в то же время можно было играть и спокойно. Тут была масса возможных ходов, можно было пойти конь Б5, можно было сделать рокировку и король Ф1, король Ж2 у стаканик, как говорится, позицию. То есть, С5 решил сразу. Ну, после рокировки С6 Магнус сыграл на контре, причем сделал он это великолепно. А именно, БЦ, ДЦ, кажется, что белая пешка очень сильна, реально, она оказывается не такая уж и хорошая. Ладья С8, Ферзь С4, и черные делают колоссальный ход слон Д8. То есть, такой ход, который, конечно, надо видеть, надо чувствовать. Это позиция, ход, в принципе, конечно, классический, но в то же время эстетичный. Конь Д5, кажется, что белые образовали достаточно серьезную заваруху, так сказать, плюс у них такая связка мощная. Конь в центре, пешка С, проходная, и смотрится все это крайне опасно для черных, но следует отрезляющий ход Е4. И вот этот вот спящий конь, лошадь, так сказать, сразу же направляется на поля. И мы видим, что динамика, а именно, даже не динамика, а конкретика оказалась выше, чем какая-то статика. Итак, белые сыграли С7. Мне кажется, это была как раз-таки решающая ошибка. Здесь был еще ход слон Д4, который держал как-то позицию, хотя за черный здесь надо было, к примеру, поднимать такой вариант. Слон А5, король Ф1, и здесь будет совершенно потрясающий ход слон Д2 с идеей, ладья А5. Но это какие-то компьютерные варианты, мы сейчас не будем влубляться в них, но у черных здесь динамика мощнейшая. Вместо этого коруан сыграл С7 и, по сути дела, развалил партию. Слон БЦ7, здесь он взял на С7, и после конь Е5 выяснилось, что у белого ферзя нет хорошей клетки. Последним шансом последней клеткой был ход ферзь Д5. Но в этом случае черный грая ладья Б8 создавали бы угрозу взятия на С7, и отскока конем ферзь на Д5 мог пропасть. Позиция, наверное, тоже техническая, говорить здесь или советовать в тяжелой позиции что-то не так-то просто, но, скорее всего, можно было попытать какую-то такую позицию, хотя, конечно, она смотрится крайне подозрительно. Тут все фигуры залезают у черных, и смотрится это отвратительно. Вместо этого каруана сыграл конь Д5, и после профилактического хода короля Х7 выяснилось, что надо стыдаться. Выяснилось, что просто нет полей у ферзя, грозит все. И сразу, и вот таким образом, счет стал критическим для каруана. А именно 2-0 после двух партий. Это действительно критическая ситуация. Плюс еще следующая партия черная. Ну, я полагаю, что и каруане, и всем уже было понятно, что чемпион Магнус Карлсон своего уже не упустит. Итак, третья партия. Третья партия. Магнус опять играл белыми. И здесь он, можно сказать, путем уплотнения, хоть и была сицилианка, но все достаточно быстро и крепко расставили обе стороны. Концентрация фигурная у белых была колоссальной. Все попытки активной борьбы, завязать какую-то активную борьбу, были предупреждены уже к 20-му ходу. Вот мы видим сейчас белые расставились таким образом, что ни одна, как говорится, муха не пролетит. И, в общем-то, здесь говорить о какой-либо победе за черных, ну, это, конечно, смешно. То есть, нужно прозевать что-то серьезное. Или, там, не знаю, пешку с Д6 на Д4 каким-то образом допустить. Но здесь 5 или 7 боев на поле Д5. И белые еще уплотнили ходом слона Ф3. Ну, в общем-то, движение было. Магнус здесь даже не стал засиживаться в обороне. Пошел вперед, таким образом показывая, что он ничего не боится. Показывая, что он доминирует в этом матче. И он, конечно, великий чемпион. Итак, ферзь А5, конь А4. Теперь он создал угрозу Е5. И, в общем-то, провел в Е5. После чего возникли массовые размены, которые предопределили вот это вот уравнение. Конь Д7. Все это было просчитано. Скажем, особенно ход ферзь Д6. Мне понравился основная идея после ферзь С2, скажем, просто сделать вот такой вот ничевичным шагом. Безусловно, можно было играть еще как-то. Но Магнус видел и держал все под контролем. И после размена он даже не стал придумывать ничего. Просто взял на А8. И король А2. Несмотря на то, что кажется, ферзь и конь... Точнее, не кажется, а как известно, ферзь и конь в Эншпиле классная связка. Объективно здесь все под контролем. Плюс еще у белых есть пешки Б и Ц. Они, в общем-то, и предопределили исход этой партии. Итак, вот в какой-то момент пешка Б начала отвлекать ферзя. Тем временем, как конь висит на Е6. И пешка пошла. Пешка С пошла. Она достаточно быстро шла. Теперь еще и помощь подошла. И после некоторых движений, в общем-то, Каруана уже не смог ничего сделать. Пешка прошла. 3-0. Победа Карлсона. И можно лишь аплодировать стоя. В очередной раз Магнус не то чтобы удивляет, но доказывать, что все критики, все диванные эксперты и, как говорят последователи Каисы, кто слушается Каису, тот будет иметь проблемы. Говорили после 12-й партии, что нельзя гневить Каису. Но мы видим, что Каисы явно на стороне Карлсона, на стороне сильнейшего шахматиста мира. И достаточно убедительную победу без каких-либо шансов он продемонстрировал. Поздравляем Магнуса. И надеемся, что в следующий раз нас ожидает более содержательная борьба в классических партиях. Кто будет претендентом на следующую корону, пока неизвестно. Нас ожидает новый цикл. Будет достаточно интересно и горячо. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. С вами был Владимир Добров. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова